Здравствуйте! На телеканале «Новый век» программа «Вызов 112» в студии Эльвира Фазлиева. И сегодня мы покажем, как пенсионерка попала под колеса трамвая. Два детей поясняют, что не заметил данную женщину. Она шла навстречу вагону и даже не пыталась уйти в сторону. Расскажем, как мужчина погиб, накачивая колесо грузовика. Может быть, кольцо неплохо стояло, машинки тут не новые. А также неуправляемое такси. Я смотрю, по тротуару едет белый Hyundai, то есть вот эта вот машина, тащит за собой деревья. Пьяный водитель во дворах. ***, лёд. Кто? Вот, вон там стоит. И финансовый урок для правильной парковки. Административную ответственность в виде административного штрафа в размере 5000 рублей. Это и не только. Прямо сейчас. 78-летняя женщина погибла вечером под колесами трамвая. Он отъехал от остановки до Урска, успел набрать скорость, как на путях появилась пенсионерка. Водитель трамвая увидел человека в последний момент и не смог моментально остановить многотонный вагон. Айрат Назипов с места трагедии. В беседе с автоинспекторами вагона вожатый заявил, что женщина шла навстречу трамвая. Неизвестно, чем он занимался в этот момент. Возможно, отвлёкся, возможно, не заметил. Но после удара он протащил её несколько метров. Момент наезда был зафиксирован видеорегистратором общественного транспорта. Видно, что водитель трамвая проехал перекрёсток с улицы до Урска и спустя несколько секунд сбил женщину, идущую по путям. По некоторым данным, после того, как она попала под трамвай, ей разрезало конечности. Выжить шансов у неё уже не было. Согласно предварительным выводам автоинспектора, в 32-летний водитель трамвая не выбрал безопасную скорость. То есть такую, которую позволило бы остановиться после того, как мужчина увидел человека впереди. Но по их же данным, вина в этом происшествии лежит не только на нём. 78-летняя пенсионерка также нарушила правила дорожного движения. Перейдя дорогу в неположенном месте, она пошла по трамвайным путям, навстречу движущемуся транспорту. Пожилая женщина, судя по записям регистратора, даже не пыталась уйти в сторону и пропустить общественный транспорт. А целенаправленно и до последнего шла на движущийся на неё вагон. На улице уже было темно, и заметить её было сложнее, чем трамвай. Два детей поясняют то, что не заметил данную женщину, в результате чего совершил наезд. Степень виновности будет установлена после проведения следственных мероприятий. С высокой долей вероятности в отношении вагона вожатого будет возбуждено уголовное дело. Степень его вины и наказания будет определять уже суд. Айрат Назипов, Наиль Абдулин, Вызов 112. Погиб, качая колесо. Несчастный случай произошёл сегодня на парковке возле жилого дома на проспекте Победы. По рассказам очевидцев, водитель КамАЗа подкачивал шину. В этот момент она разорвалась. От хлопка мужчину отбросило на несколько метров. Он скончался ещё до приезда медиков. Юлия Гоголева расскажет подробности. Охранник парковки даже не сразу понял, что произошло. Но вскоре к стоящему рядом КамАЗу стали подбегать люди, которые видели, что случилось. Они рассказали, мужчина подкачивал колесо грузовика. В этот момент оно разорвалось. Ударной волной пострадавшего отбросило на несколько метров. Он рухнул на землю с переломанными ногами и сломанной челюстью. Мужчина погиб на месте. За свою жизнь я сталкивался. В больших гаражах иногда бывает. Если технику безопасности не соблюдают. Из-за чего обычно такое бывает? Чего-то, честно. Для всех по-разному. Может быть, кольцо неплотно стояло. Может быть, машины тут не новые. Очевидцы предположили, что сильным давлением из колеса выбило металлический обод. Он попал прямо в голову мужчине. Погибшему было 35 лет. Да вроде тут приезжали, говорили, что ребенок у него маленький. Сейчас в деталях трагедии разбираются следователи. Юлия Гоглева, Айрат Назипов, Константин Бушуев. Вызов 112. Крупную аварию устроил водитель такси на проспекте Универсиады. Иномарка вылетела с дороги, снесла деревья. Затем вылетела на проезжую часть и врезалась в разделительное ограждение. В салоне такси в это время была пассажирка. Почему очевидцы предположили, что водитель не трезв и какой результат показал алкотестер, расскажет Нафиса Минязова. Я смотрю, по тротуару едет белый хендай, то есть вот эта вот машина, тащит за собой деревья. Он сидел у себя дома на кухне, когда услышал громкий хлопок на улице, выглянул в окно. То, что увидел, его удивило. Он прям по дереву вот так вот проехал, наехал на него, подтормознул прям вот здесь на обочине, да, именно на газоне. Оттуда выбегает девушка. Я быстро взял телефон, стал снимать это все. После этого он выехал именно на дорогу, на вторую центральную полосу, стал перпендикулярно дороге. То есть не вдоль движения, а именно перпендикулярно. После этого он еще тронулся и врезался в ограждение. Повезло, что движение по проспекту Универсиады в момент происшествия было не столь оживленным, и водитель такси не задел другие автомобили. Поэтому в происшествии никто не пострадал. Когда его вытаскивали из машины, он был неадекватный, он буянил очень сильно. Вот, то есть как будто, ну, как будто под чем-то. Очевидцы добавили, что у мужчины шла пена из-за рта, кто-то предположил, что у него был приступ эпилепсии, кто-то, что водитель был под воздействием наркотических препаратов, так как поведение было неадекватным, а алкоголем от него не пахло. Представитель таксопарка, где водитель взял в аренду автомобиль, рассказывает, что сотрудничают с ним постоянно, что у мужчины вполне адекватно и никогда ничего подобного с ним не случалось. В течение какого времени уже революбирует машину? Больше восьми месяцев. Сам водитель такси то, что произошло, объяснил немногословно. Голова закружилась. Мужчине предложили пройти тест на наличие алкоголя в крови, он не отказался. Несмотря на то, что результат алкотестера показал по нулям, так как мужчина вел себя неадекватно, по словам очевидцев, его сейчас повезут и на мета-свидетельствование. По результатам которого будет принято решение. Написаю, меня зовут Константин Бушуев, вызов 112. Нетрезвого водителя «Шкоды» задержали очевидцы во дворе дома 67 на улицу Чуйковой и вызвали сотрудников ГИБДД. Пристальное внимание к себе привлек тем, что задним ходом едва не протаранил другую машину, а затем оскорблял окружающих. Почему за это ему может грозить уголовная ответственность, узнавала Айгульба Трудзинова. Вы сегодня выпивали, да? Нет. Он сдавал назад и, по словам очевидцев, едва не протаранил Тойоту, которая стояла прямо за ним. Автоледи вышла, чтобы спросить, все ли у мужчины хорошо, и попросила быть осторожнее. Но поняла, что это бессмысленно. Водитель «Шкоды» был явно в нетрезвом состоянии. Все это происходило на глазах прохожих. Понять, что мужчина собирается уехать, было несложно. И они вызвали автоинспекторов. Однако проходить тест на наличие алкоголя в крови мужчина отказался, почему не объяснил. Впрочем, это и так понятно. То, что было видно окружающим, к материалам дело добавить сложно. Официального подтверждения его состоянию нет, и теперь это придется доказывать в суде. Мужчина уже был лишен прав за езду в нетрезвом виде. Срок лишения еще не прошел. Из-за повторной аналогичной нарушения грозит уже уголовная ответственность и штраф от 200 до 300 тысяч рублей. Айгуль Бодрудинова, Новиса Минязова, Константин Бушуев, Вызов 112. Сотрудники госавтоинспекции Казани задержали водителя «Лады Приора» за неправильную парковку. Фото, где машина заняла сразу два места на парковке для инвалидов, появилось в социальных сетях. Инспекторы нашли владельца и вызвали его для выяснения обстоятельств. Поехали в магазин, торопились, раз остановили, заходили в магазин, то что там нет. Вы не являетесь инвалидом? Нет, я не инвалидом. В отношении его был составлен материал по части 2 статьи 12.9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Санкции данной статьи предусматривают административную ответственность в виде административного штрафа в размере 5000 рублей. Крупный затор образовался из-за столкнувшихся иномарок на улице Чуйкова. Авария произошла в вечерний час пик. По словам очевидцев, водитель автомобиля Renault Fluence выезжал на главную дорогу, где в это время двигался Ситроен. Но на данном перекрестке движение регулируется светофором. Оба участника утверждают, что выезжали на зеленый. Правду предстоит установить автоинспекторам. В аварии, к счастью, никто не пострадал. Подозреваемый в краже сигарет из закрытого магазина на улице Хадид Акташ в Казани нашелся в следственном изоляторе Автограда. Преступление произошло в августе, и все это время никаких зацепок у полицейских не было. Момент кражи и хронология поимки подозреваемого у Натальи Мезиной. Магазин не работал, но для мужчины закрытая дверь, тем более стеклянная, не преграда. Камера продолжала наблюдать за всем, что происходит, и зафиксировала, как мужчина разбил дверь кирпичом, залез внутрь павильона и взял первое, что попалось под руку. Этим оказались три коробки с сигаретами. Позже ущерб оценили почти в 100 тысяч рублей. Директор магазина сообщил о произошедшем в полицию. На место происшествия выехали сотрудники следственно-оперативной группы, которые провели необходимые мероприятия. В том числе и взяли записи с камер видеонаблюдения и собрали следы пальцев рук. По факту возбудили уголовное дело по статье кража, но по горячим следам задержать подозреваемого не удалось. Весть о его задержании пришла из набережных Челнов. Он был уже в следственном изоляторе. Полицейские автограда также его разыскивали за подобные преступления и нашли в Москве. Этапировали в Татарстан и арестовали. В ходе дальнейшей работы установлено, что следы пальцев рук задержанного совпали со следами, которые подозреваемый оставил во время совершения кражи в Казани. И сейчас казанские полицейские устанавливают его причастность к аналогичным преступлениям, совершенным на территории города. Наталья Мезина, Вызов 112. Это все, о чем мы успели вам рассказать. В студии была Альвира Фазлиева. До встречи и не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова